Две атаки по Москве за три дня — атаки беспилотниками. Более того, по Москва-Сити — кварталу, который олицетворяет собой тучные нулевые, точнее их итог, и является такой мечтой для какого-нибудь менеджера среднего звена и вообще символом благополучия внутри самой Москвы. Да более того, не просто по Москве-Сити, а по так называемой министерской башне, то есть по башне, где расположены различные министерства Российской Федерации — Минцифры, Минэкономразвития и некоторые другие. Я перечислил эти два, потому что они уже ощутили на себе, собственно, влияние атак по их офисам. Это, на самом деле, история, которая, с одной стороны, уже привычна для людей, потому что, ну, большое впечатление производит только какая-нибудь одна первая атака, да, когда впервые какой-нибудь дрон прилетел в Москву, тогда пестрили заголовки. Сейчас же уже, когда атаки дронов по Москве стали обыденностью, это не так сильно расходится по интернету, не так сильно расходится по средствам массовой информации. Однако это довольно важная история, и в этой истории есть те детали, на которые мало обращают внимания, и те детали, которые все еще под вопросом, ну, ответы на которые пока у меня, по крайней мере, нет. В сегодняшнем видео мы попробуем с вами их обозначить и понять, куда идет война, и как быстро и на кого могут повлиять эти атаки беспилотников по Москве. Вы на канале Майкла Наки, если нет, переходите на него, поддерживайте видео лайками, комментариями, подписками, и поддерживайте канал на Патреоне, ссылка в описании, или с помощью суперспасибо, кнопка с доллара в сердечке, прямо под видео. Но для начала давайте посмотрим, как выглядели эти атаки. Атака 30 июля и атака, собственно, в ночь на 1 август. И мы с вами разберем на несколько частей. Первое, что это за атаки. Второе, насколько удается противодействовать российской системе ПВО против такого рода атак. И третье, какое будет влияние. Для начала давайте выясним, что это за атаки. Установить пока, что конкретно это были за беспилотники, не представляется возможным. Однако Украина демонстрировала некоторое количество беспилотников. Более того, недавно даже заявляла, что им удалось существенно нарастить парк собственных беспилотников, которые применяются для этой войны. Есть беспилотники, которые вполне себе могли бы долететь до Москвы с линии фронта и с территории Украины и, соответственно, нанести удар. Однако это пока одна из загадок. Откуда именно прилетают эти беспилотники? Действительно они летят с линии фронта или они прилетают откуда-то, например, не знаю, с Подмосковья или с близлежащих регионов. Оба варианта плохие для российского руководства и для тех, кто обеспечивает безопасность. Если беспилотники прилетают с территории Украины, если действительно они преодолевают огромное расстояние и только потом прилетают в какое-нибудь здание в Москве, то это значит, что российская система ПВО не работает вообще. Ну то есть она не может на пути следования этих самых беспилотников каким-либо образом заметить эти беспилотники и ликвидировать их. По идее, эта задача должна была ставиться перед российскими войсками и перед российскими службами безопасности с момента первого прилета по Москве и уж тем более с момента прилета по Кремлю. Однако это все еще не решено. И, собственно, эти беспилотники замечают и отслеживают и даже некоторые сбивают на пути следования в Москву, однако какое-то количество все еще продолжает долетать. Замечают их и пытаются, сбивать в Подмосковье или в соседних с Подмосковьем областях. Поэтому понять, насколько долгое длинное расстояние проходят эти беспилотники, пока не представляется возможным. Но этот вариант, он действительно довольно деструктивен для российской обороны. Это значит, что ну а что сделаешь? Ну то есть если вы не смогли выстроить систему ПВО так, чтобы они контролировать самые беспилотники, то у вас большие проблемы. Есть также и РЭП, которые как раз должны подавлять беспилотники, чтобы те не могли прилететь в цель. Но, очевидно, эта система работает плохо. И то, что показала повторная атака вот буквально сегодня, нынешней ночью, показывает, что все разговоры московских властей, российских властей про то, что беспилотники удается сбить, подавить и прочее, не стоит выеденного яйца. Потому что беспилотник прилетел в ту же башню, что его собрали три дня назад, тридцатого числа. Ну как это может работать? То есть каким образом РЭП подавляет беспилотник, если эти беспилотники приземляются в одну и ту же точку? Ну как приземляются? Врезаются в одну и ту же точку, по крайней мере в одну и ту же башню. То есть либо нам надо представить систему, которая специально направляет беспилотники в Москва-Сити, либо получается, что эта система подавления не очень работает. И все эти заявления очередная бравада, которая не имеет никакого смысла и никак не соотносится с правдой. Но есть и второй вариант, что эти беспилотники запускают не с территории Украины, а, например, диверсанты. Ну из Подмосковья или еще из каких-нибудь других регионов. Эта версия вряд ли лучше, чем первая для российских властей. Это означает, что на территории России находится какое-то количество диверсантов, которое довольно регулярно запускает БПЛА, которые долетают до поставленных целей. Отследить этих диверсантов не удается. Не удается их отследить, не удается как-то это пресечь, не удается ликвидировать ту точку или тех людей, которые, значит, запускают эти самые беспилотники. Это тоже довольно неутешительная история для ФСБ и для ФСО, которые занимались охраной вот этой башни в Москва-Сити. Различаются эти версии лишь тем, кто несет ответственность. Если не работают системы ПВО и если действительно беспилотник пролетает все это расстояние, то ответственность будут нести армейцы, ну то есть военные, российские, которые не могут ничего с этим сделать. Ну, у них не получается, так уж сложилось, они могут только по мирным зданиям шмалять, а бороться с летательными аппаратами у них не очень получается. Во втором же случае ответственность будет лежать на ФСБ как раз, на спецслужбах, потому что именно их обязанность находить диверсантов и находить, значит, тех, кто совершает такого рода диверсии. В любом случае, какая бы из версий не оказалась правдой, у России есть большие проблемы. Война все больше приходит к тем, кто надеялся, что никогда до них не дойдет. Причем многие отмечают в этой истории с беспилотниками, что вот смотрите, российское население воспрянет ото сна, увидит, что вот уже в Москве приземляются беспилотники и выйдет очень опечаленно этим и затребует, значит, каких-либо перемен. Ключевая здесь особенность не в этом. Влияние оказывается не на простых россиян и даже не на простых москвичей, которые сильно сложнее, чем простые россияне, ввиду специфики этого города и ввиду специфики бюджетов и всего прочего. Влияние оказывается как раз на тот самый класс, который принадлежит к нынешней номенклатуре. Недаром беспилотники прилетают именно в министерскую башню и до этого прилетали на Рублевку. Влияние оказывается именно на те слои, которые считают себя хозяевами жизни внутри России. На те слои, которые имеют прямое влияние на все происходящее сейчас. Которые кто деньгами, кто ресурсами, кто еще чем-то помогает эту войну вести. На людей, которые влияют на тех, кто принимает решения или сами являются людьми, принимающими решения. Именно на них направлены эти удары. Ну то есть конкретную цель этих ударов пока непонятно, потому что первый там в Минцифры прилетел, второй в Минокоммунном развитии. Ну можно предположить, что Минцифры, Министерство цифрового развития, оно например курирует базу для мобилизации. Помните, у нас же создается электронная база для того, чтобы людей без повесток просто ставить какую-нибудь галочку и все, ты призван. А как ты об этом узнаешь или как ты будешь пытаться этого избегать, твои проблемы. Может быть. Может быть Минэкономразвитие, собственно, это не может быть, а точно ведомство, которое влияет на формирование российского бюджета, на его траты и прочее. Тоже может быть. Однако до конца замысел непонятен. Но что точно понятно, что на этих самых людей, представителей извращенного среднего класса путинской номенклатуры, это окажет непосредственное влияние. Война уже не просто в их стране, не просто в их городе, она у них на работе и дома, она на Рублевке и в Москва-Сити. И война эта будет лишь наращиваться. И они своими действиями или бездействиями пролонгируют эту самую войну. Вот какой месседж, на мой взгляд, для них запущен и какой будет ими считан. Но вернемся к этим самым дронам. Самая важная история заключается в том, что это повторная атака по тому же самому объекту. Ведь как российская пропаганда и российские официальные лица пытаются вообще представлять все эти дроновые атаки? Ну, мол, это просто такая информационная война, в рамках которой Украина там на шару запускает свои дроны, мы их там сбиваем, подавляем, все вообще решаем, никаких проблем у нас нет, но вот куда-то оно долетает случайным образом. Оказывается, что долетает совсем не случайным образом. Оказывается, что дроны долетают, судя по всему, ровно туда, куда их посылают. При этом непонятно, сколько в этих дронах взрывчатки, есть ли она вообще, потому что, судя по взрывам, которые видны на видеозаписях, это максимум небольшое количество взрывчатого вещества, а минимум это просто взрыв от самого столкновения, там, дрону с топливом и какого-либо объекта. То есть, возможно, это пока все еще носит разведочный характер. Насколько уязвимо российское ПВО, насколько уязвимо московское ПВО, насколько можно достигать тех или иных целей. И мы видим, что достигать цели получается очень неплохо. В недавней атаке, в том числе, почти долетело до здания Министерства обороны. И точность, с которой запускаются эти дроны, она весьма велика. А возможности российской системы противовоздушной обороны, судя по всему, не так велики, как России хотелось бы. Поэтому в ближайшее время можно увидеть еще атаки, уже более успешные и более взрывоопасные, которые будут прилетать и в здание Министерства обороны, и в ту же самую Москва-Сити. Глобально это приводит к тому, что приходится закладывать российскому руководству такую возможность. То есть в физическом, в эффективном смысле, на что влияют эти дроновые атаки. Ну, помимо того, что они достигают каких-то целей, о которых мы можем не знать или о которых нам остается только догадываться. Глобально России приходится для этого тратить системы ПВО. Менять их дислокацию, увеличивать количество этих систем ПВО, может быть, даже отводить с фронта для того, чтобы обеспечивать безопасность непосредственно в городе. Если действительно Россия переместит какие-то системы ПВО с фронта в Москву или в другие города, куда приземляются дроны, правда, иногда это бывают прям российские дроны, как в недавнем случае в Таганроге, которые просто падают. В общем, если перетянут российскую ПВО в Москву или в другие города, то это будет хорошо, потому что перетягивать можно только с линии фронта, а это значит, что российские военные порядки останутся без должной защиты. Это будет очень позитивная история. Но помимо этого, есть еще и внутреннее недовольство внутри, собственно, властей. Тут недовольство на нескольких уровнях. Первое. Недовольны власти руководства тем, что службы, которые должны обеспечивать безопасность, ее не обеспечивают. У них не получается. Они недовольны ими. Идут какие-то кадровые перестановки, идут какие-то, значит, борьба между собой. Это очень все здорово. Второе. Это то, о чем я начинал говорить. Это тот самый класс, номенклатурный класс, который видит прямые последствия войны для себя. Вот здесь мы переходим на нечто большее. Дело в том, что война идет уже довольно давно. Война идет уже довольно долго, и она идет неуспешно для России. По крайней мере, не так успешно, как России бы хотелось. С первых дней войны Украина почувствовала цену этой войны. Почувствовала ужас от того, что делает Россия, потому что Россия с первых дней этого вторжения, с 24 февраля, бьет по украинским городам, бьет по украинским домам, бьет по украинским гражданским объектам. Украина находится в состоянии войны уже долгое время. Однако Россия, страна-агрессор, которая напала на территорию Украины, долгое время пыталась существовать в иллюзии, что война не идет в России. Что война это где-то там далеко. Как для простых граждан формировалась такая повестка, так и для элит. И вот простые граждане из этого сна были немножечко выдернуты мобилизацией, которая прошла в сентябре прошлого года. Однако были выдернуты не до конца. Люди понадеялись, что да, празовая мобилизация, нас дальше это не коснется, хоть и начали получать гробы со своими родными и близкими. Да, люди увидели, как санкции бьют по российской экономике, бьют в набат на Биулина и рассказывают Суланов, что денег становится все меньше и надо резко сокращать расходы. Инфляция растет, а накопления россиян растворяются в воздухе, потому что национальная валюта становится все слабее и слабее. Это все они ощущают. Но пока не в той степени для того, чтобы понять ужас идущей войны. Для того, чтобы понять, как ужасно все то, что делает российское государство. Что войны, которую ведет Владимир Путин и Россия, нет цели. Что нет никакого оправдания тем действиям, которые они предпринимают. Для этого понимания должно произойти нечто большее. Во-первых, должна быть череда крупных военных поражений, которые, я надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим. Во-вторых, должно быть существенное ухудшение качества жизни, которое тоже в ближайшее время продолжит происходить. Российское руководство приняло на вооружение тактику, что мы будем ухудшать жизнь постепенно, собственно, разбазаривая резервы, для того, чтобы не было существенного провала в моменте, а для того, чтобы это была такая мягкая, но неукоснительная линия ухудшения качества жизни россиян и уменьшения их возможностей. В общем, это они тоже будут ощущать в ближайшее время. До чего там уже ощущают? У Верстки на прошлой неделе выходило интересное расследование, в котором они отмечали, что региональные компании ведутся кандидатами без апелляции к идущей войне, потому что тема войны россиян раздражает, потому что война неуспешная, война несправедливая и война делает их жизнь только хуже. Поэтому для обычных россиян, к сожалению, медленно, но тем не менее, эта идея будет становиться все очевиднее, что проблем все больше, а уж если в ближайшее время проведут и новую мобилизацию, что вполне вероятно, учитывая проблема, которая есть на фронте, то это еще сильнее ударит по пониманию. Но есть один класс, которого это все касалось слабо. Это такой номенклатурный класс обслуги чуть пониже олигархов. Ну то есть вот есть олигархи, они на себе частично почувствовали, то есть санкции, которые мешают им довольствоваться жизнью, которые мешают им радоваться от количества наворованных денег, потому что они не могут ездить или летать в свои любимые города и тратить деньги там. Но им Путин сказал молчи, ша, значит, а иначе всех покромсаем, посадим и прочее-прочее. И они послушны за некоторыми исключениями, следуют за Владимиром Путином прямо в ад. Но есть люди под ними, есть как раз вот эта вся бесконечная депутатско-чиновничая обслуга, которая является одними из бенефициаров режима. Они хорошо живут, у них есть накопления, у них красивые машины, у них дачи, у них коттеджи и прочее, и прочее, и прочее. Да, они тоже увидели ухудшение качества своей жизни, но не критично, потому что они понимают, что тот уровень жизни, который у них есть, стал доступен во многом благодаря тому, что российское государство такое, какое оно есть, что там все воруют, что там все бюджеты пилят и прочее, и прочее. Ну, то есть при нормальной конкуренции, при нормальной стране, при отсутствии коррупции, многие из этих людей, они бы не достигли того, чего достигли. И они это понимают, поэтому они готовы поддерживать режим, более того, всех амбициозных оттуда тоже давно повыкидывали. И вот эти люди начинают видеть прямое следствие идущей войны, которое уже не в телевизоре и даже не на их карточке, не на их счету. Это дрон, который прилетает в место, где они сидели буквально 8 часов назад. И страх их разрастается, потому что один прилет не так страшно, случайный прилет, с кем не бывает, ну вот зазевался Собянин, более того, сказали, что это специально, их так рэбом подавили. Но когда через три дня оказывается, что в ту же самую башню снова прилетают троны, ощущение безопасности уменьшается, ощущение страха увеличивается. Эти люди это винтики этой системы, без них мало чего будет функционировать. Я, конечно, не говорю, что завтра все эти люди покаятся, значит, скажут, как же так, война это ужасно, Владимир Путин, уходи, ты вонючий. Или что даже они устраивают какую-то сидячую забастовку, или стоячую, или какую угодно еще. Нет. Но эти люди, идя на работу, или сидя дома на Рублевке, или еще в каком-нибудь элитном поселке, или элитном ЖК, будут думать о том, что в них могут прилететь дроны. При этом в Москве нет никакой системы оповещения, нет никаких убежищ, нет никаких бункеров. Человек не привык к воздушным тревогам, поэтому тревога не воздушная, но в его голове будет только нарастать. При этом власть никак не может на это ответить, власть никак не может успокоить. Эти сказки про то, что все находится под контролем, все небо закрыто, что беспилотники никуда не долетают, они игнорируются, потому что власть все время врет. Власть врет, что происходит на фронте, власть врет о том, зачем ведется эта война, власть врет о том, что все находится под надежной защитой. И этот человек это понимает. Глобально эти удары, они все больше приближают жителей городов, больших городов, жителей, которые считают себя хозяевами жизни, к пониманию тому, что эта война может в любой момент прилететь в их окно. Это, конечно, будет влиять на их ощущения. Опять же, не радикально, но будет подтачивать эту скалу. Глобально это все противоречит тому нарративу, который постоянно пытается рассказывать российская власть. Она говорит, что скоро все закончится, мы уже почти победили, мы отразили все атаки, Запад скоро развалится, Украину скоро перестанут давать оружие, Украина уже померла вся, ну то есть не осталось ни одного солдата, все погибли в запорожском наступлении, в 20 тысячах леопардов, которые мы сожгли за первый день. Но все больше людей видят, что не заканчивается война. Не заканчивается. Нет ей ни конца, ни края. Нет никакого ощущения успеха, нет ощущения защиты, нет ощущения безопасности, есть ощущения лишь растущих неприятностей. Украина появляется все больше оружия, на фронте оставляют села, российские войска, несмотря на то, что российское руководство рассказывает, как все хорошо проходит с российской обороной, значит, захваченных, оккупированных территорий. А дроны прилетают уже в Москва-Сити. И прилетают регулярно. Ну то есть главная история с этими дронами заключается в том, что не просто в атаке, не просто куда прилетело, и не просто как прилетело, а что прилетело туда же, куда прилетало. Это полностью нивелирует все рассказы о защищенности Москвы. Куда прилетят дроны дальше? Может быть в Москва-Сити, может быть здание Министерства обороны. А может быть Россия будет их сбивать системами ПВО, и они будут прилетать уже куда-нибудь на дорогу или еще куда-нибудь. В Москве много чиновников, много военных, много легитимных военных целей, по которым могут наноситься удары. И удары последних дней показывают, что возможность такая у Украины есть. И возможностей этих будет становиться все больше. Потому что истощение российской армии, систем ПВО, людей от войны, оно увеличивается. Украина продолжает совершенствовать свои системы атаки, совершенствовать свои дроны, разрабатывать собственные, переделывать чужие. И их возможности в рамках этой войны будут только нарастать. Более того, их злость будет увеличиваться, потому что Россия продолжает бить преимущественно по мирным объектам. Я думаю, все видели фотографии из Кривого Рога, где нельзя заподозрить обычную российскую отмазку, когда они рассказывают, ой, это не мета-система ПВО. Нет, там видно гигантская дыра, которая не может сделать зенитную ракету от ПВО. Это сделала российская ракета, прилетевшая в здание. И даже если там в каких-то случаях бывает, что действительно это приземляется украинское ПВО, пытающиеся сбить российские ракеты, в любом случае летящие российские ракеты по городам Украины не имеют под собой ни цели, ни основания. А увеличивающееся количество террора со стороны Российской Федерации делает Россию все большим изгоем в представлении всех. Африканских стран, Китая, кого угодно. Все видят, что Россия уничтожает мирное население и бьет по гражданской инфраструктуре. И поэтому помогают Украине, или как минимум не мешают. Поэтому злость Украины будет нарастать. Количество атак будет увеличиваться. Силы России для защиты даже Москвы будут уменьшаться. И люди все больше будут встречаться с последствиями этой войны на своей собственной шкуре. Видеть это на видеозаписях и видеть это из своего окна. Мирной жизни не будет в Москве, в Таганроге, в Белгороде и во многих других городах, пока эта война не будет закончена. А война эта будет закончена, когда будет посажен или убит Владимир Путин. И посажены все военные преступники, которые имеют к ней отношения. Главная мысль, что война будет лишь расширяться. Мы много раз об этом говорили и в сводках с Русланом Левьевым, и в других видео, и с другими спикерами. И много кто об этом говорит. Война всегда разрастается. И не бывает так, что вы напали на чужую страну, и с вашей ничего не происходит, когда вы напали. Война – это обоюдоострая вещь. И, безусловно, количество и серьезность ударов, в том числе по российской территории, будет нарастать. Благо, Украина бьет по объектам военной инфраструктуры или по легитимным военным целям. То есть, по руководству тем, кто управляет этой войной или управляет государством, ведущим войну. Они бьют ночью своими дронами, чтобы избежать, судя по всему, и минимизировать количество гражданских жертв. И это на самом деле достойно. И это требует большой выдержки со стороны Украины. Однако количество ударов и география этих ударов будет разрастаться. И чем быстрее это поймет каждый, и чем быстрее каждый поймет, что нужно сделать максимум для того, чтобы остановить эту войну, тем быстрее война закончится, и тем меньше в ней будет жертв. Но в конце давайте я вам скажу, какие вопросы остаются по этим ударам. Давайте суммируем. Итак, вопрос первый. Это троны с территории Украины или из Подмосковья? Один из важнейших вопросов. Откуда именно они прилетают? Вопрос второй. Цели, которые есть у Украины в этих атаках. То есть здание Москва-Сити, министерская башня, где расположено Министерство России. Почему бьют именно туда? И какую цель преследуют? Что там происходит в этих башнях? Потому что мы тоже понимаем, что различные кабинеты министерств могут быть лишь прикрытием. Может быть там что-то еще находится. Более того, некоторые сообщают, что там где-то есть, в том числе, КБ там для строительства, проектирования и прочего, различных ракет или оборудования. Но это слухи. Поэтому пока сложно о них говорить. И третье. Возможно ли массовые атаки? То есть является ли то, что мы видим разведкой возможностей, или самими атаками? Потому что если эти сами атаки, то окей, эти атаки будут еще, они будут нарастать. Но если это лишь разведка, и помните, были всякие пугалки в Z-каналах, что Украина готовится к рою беспилотников, ну то есть к большой массированной атаке беспилотниками по городам. А если это так? Ну то есть если действительно в какой-то момент полетит не три дрона, из которых один собьют, один долетит, а с одним непонятно будут говорить, что рэбом подавили, но он все равно куда-нибудь приземлится, а сто или двести, или хотя бы шестьдесят, как Россия запускает герани в города Украины, которые в шахеды переделаны, ну точнее, на которых шильдик другой наклеен. Что будет тогда, если российское ПВО не может защитить даже от трех дронов? Это все вопросы, на которых у меня пока ответа нет. Можете писать ваши предположения в комментариях, я с удовольствием их почитаю. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока. Пока.